Растущая популярность России в мире ежегодно увеличивает приток туристов со всего мира в страну. Каждый год приезжает 22-23 миллиона зарубежных гостей. Санкт-Петербург занимает одно из ведущих мест в рейтинге туризма. Количество гостей Северной Венеции увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году город посетили 7,5 миллионов человек. Такой наплыв приезжающих требует дальнейшего развития инфраструктуры, в частности, решения транспортной проблемы. Единственным аэропортом Питера является Пулково. Он располагается в 15 километрах от центра города. В 2017 году по количеству перевезенных пассажиров занял четвертое место после Внуково, Шереметьево и Домодедово в Москве. Пуково-Эопод – международный аэропорт, растущий и развивающийся. С 2015 года вступил в строй новый аэровокзал, заменивший старое здание 1973 года постройки. Но на этом планы модернизации не заканчиваются. О создании нового транспортного сообщения между центром города и Пулково начали говорить еще в 2011 году. Планировалось создание железнодорожной линии между аэропортом и центром города. Но в 2015-2016 годах не произошел ожидаемый рост пассажиропотока, и проект аэроэкспресса «Пулково-Санкт-Петербург» приостановили. Ситуация поменялась, и в 2017 году правительство Санкт-Петербурга снова рассматривало проект возведения линии аэроэкспресса СПБ. Теперь хотят проложить путь от Витебского вокзала, а не от Балтийского, как планировали раньше. Во-первых, это проще осуществить технически. А во-вторых, преимущество Витебского перед Балтийским вокзалом в том, что он находится ближе к центру города и соединен с пересадочной станцией метро «Пушкинская-Звенигородская». С Витебского вокзала отправляются не только пригородные электрички, но и поезда дальнего следования. Власти города подписали соглашение о реализации программы в мае 2018 года. В 2022 году планируется завершить строительство и ввести аэроэкспресс в эксплуатацию. Стоимость проекта Аэроэкспресса оценивается в 25 миллиардов рублей со сроком окупаемости 12 лет. Интервал между рейсами будет составлять 20-30 минут. Обратите внимание, Аэроэкспресс, цена проезда составит 200 рублей, которая раз в три года будет повышаться на 10%. Аэроэкспресс, Казань важна. На официальном сайте Аэроэкспресса пока нет информации о поездах до из аэропорта Пулково. На сайте Аэроэкспресса можно скачать приложение для мобильного. Существует гибкая система тарифов Аэроэкспресс, стандарт, бизнес, семейный и ДР. Можно купить абонемент на 15 или 20 поездок на Аэроэкспресса, есть льготы, скидки для инвалидов. Для ребенка до 5 лет проезд бесплатный. На сайте можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, например, есть ли розетки и туалет в Аэроэкспрессе, зайти в личный кабинет, а также получить обратную связь. Система Аэроэкспресс Бонус позволяет накапливать баллы за каждую поездку. В дальнейшем бонусные баллы используются для оплаты премиального тикета. Билеты Аэроэкспресса в бизнес-класса можно даже переоформить в случае опоздания на поезд. Аэроэкспресс – это скоростной поезд, курсирующий по маршруту между городом и аэропортом. Транспортная компания имеет собственный парк поездов повышенной комфортности. В салоне – мягкие кресла, есть багажный отсек, розетки, туалет. Опыт использования этого вида транспорта есть в Москве. Аэроэкспресс Шереметьево-Домодедово в аэропорт следует автобус, маршрутка, экспресс. Все маршруты начинаются от станции метро «Московская». Из центра города по голубой ветке метро, линия 2, доехать в первом вагоне до «Московской». Здесь пересадка на городской транспорт. По схеме питерского метро видно, что с других линий, их пять, переход на линию 2 осуществляется на станциях «Невский проспект» и «Технологический институт». Следуя по стрелке указателю, автобус в аэропорт подняться по эскалатору. Затем по подземному переходу пройти до конца и подняться налево. У выхода из метро находится остановка автобуса номер 39, экспресса номер 39А и маршрутного такси номер 39 Кельвин. Ориентировочное время проезда в метро от станции «Невский проспект» 17 минут. Большим минусом является то, что эти виды городского транспорта не ходят по ночам, автобус номер 39. Расписание рейсов с 5 часов 30 минут до 0 часов 30 минут. Длительность поездки 35 минут. Это обычный городской автобус, не особо комфортный, не слишком скоростной. Маршрутное такси. Это микроавтобус. Начинает работу с 7 часов, заканчивает в 23 часа 30 минут. По ночам не ходит. До аэропорта доедет за 20 минут. Проезд стоит так же как в автобусе. Из неудобств, маленький объем салона, нет места под багаж. Экспресс номер 39А. Единственное отличие от обычного автобуса, то, что он следует без остановок. Экспресс удобнее маршрутки, так как на площадках есть место для багажа. Расписание движения с 5 часов 30 минут до 0 часов 30 минут. Время на дорогу 20 минут. Важно, стоимость проезда в каждом виде транспорта из этой тройки 40 рублей. Городской транспорт будет удобен для пассажиров без маленьких детей, без тяжелого багажа. Очень помогает знание города. При путешествии с детьми, тяжелыми чемоданами, если в городе впервые, лучше воспользоваться услугами такси или заказать трансфер. Бизнес-зал Пулкова официальным перевозчиком аэропорта является «Такси Пулкова». Стойки и киоски с логотипом этой компании найти несложно. Они располагаются у выходов из зоны выдачи багажа внутренних и международных рейсов, а также из здания терминала. Администраторы компании ответят на любые вопросы о трансфере, при необходимости проводят к машине. Полезная информация. Возможен предварительный заказ авто по телефону плюс семь, восемьсот двенадцать, шестьсот семьдесят семь, восемьдесят шесть, тридцать пять или на сайте «Такси Пукова». Автопарк составляют автомобили всех классов – эконом, комфорт, бизнес-класс, мини-вэн, лоу-кост, VIP. Лоу-кост и эконом-класс – это бюджетный вариант для спешащих пассажиров. Все автомобили не старше пяти лет, самые ходовые марки Nissan Almera, Volkswagen Polo, Skoda Octavia. Класс комфорт предполагает подачу автомобиля повышенной комфортности. Такие как Ford Mondeo, Mazda 6, Toyota Camry, Volkswagen Passat. Бизнес-класс – это автомобили представительского уровня для клиентов, которым важен не только комфорт во время поездки, но и статус. Это Mercedes E200, Audi A6. К оснащению авто добавлены роскошный салон, бесплатный Wi-Fi, свежая пресса, автоматический климат-контроль, питьевая вода в салоне. Мини-вэн перевезет до восьми человек в салоне и крупногабаритный багаж, включая спортивное снаряжение. Подойдет для большой компании путешественников. Марки авто – Citroën Jumpy, Ford Torneo, Mercedes Vita, Volkswagen Caddy. Класс VIP отличается наличием массажного кресла, в котором клиент сможет полностью расслабиться и отдохнуть после дальней дороги. Стоимость поездки зависит от выбранного тарифа и расстояния. Цены надо уточнять у операторов. Способы оплаты любые – наличными у стойки в аэропорту или водителю в конце поездки. Разрешена оплата банковской картой. Компания «Такси Пулково» делает скидки ветеранам Великой Отечественной войны в период празднования Дня Победы – 80 мая. Детские кресла предоставляются бесплатно. Общим правилом работы с клиентами является быстрая подача авто. Вежливый водитель, который поможет с погрузкой и выгрузкой багажа – чистый салон. Обратите внимание. При необходимости шофер встретит клиента в аэропорту с табличкой. Указанная компания не единственная в Питере, кто осуществляет трансфер. Более дешевые варианты такси – таксовичков, таксовичков. Такси 777, 777 такси. Таксинобус, таксибонус. Ранее Аэроэкспрессы запускали во Владивостоке в 2012 году, в Казани – в 2013 году, в Сочи – в 2014 году. Но региональные власти не хотели компенсировать затраты операторов на пригородные перевозки. Из-за убытков Аэроэкспрессы ушли из этих городов. На сегодняшний день в их аэропорты ходят обычные электрички. Интересно, приживется ли опыт Москвы в северной столице. Звездочка Указанные цены актуальны на октябрь 2018 года.